Вот так, удар за ударом, мастер отчеканивает орнамент на камне. Сначала придает форму, затем чертит рисунок. Так из песчаника получается орден. Но не все так просто, как кажется. Работа с камнем – дело, требующее особой внимательности. Один удар под неверным углом – и весь труд обесценен. К счастью, мастерства и упорства Исея Исаеву хватает. У человека должно быть желание. Желание будет, что будет. Руки делает, глаза не должны бояться. Тягу к занятию камнерезным делом будущий мастер обнаружил себе еще в далекие студенческие годы. Ему всегда нравилось создавать что-то своими руками. Теперь у Исаева своя мастерская прямо под открытым небом. Труженик говорит, что именно это вдохновляет его на сложную работу. Тем более, когда труд шаг за шагом приближает мастера к исполнению заветного желания – созданию уникальной коллекции орденов СССР. И это не первый орден в его коллекции. Фигуры знаков госнаград несут для Исаева особый смысл. Их получали его родные, отец и родственники. Камнерез на пути к мечте взялся за тяжеловесный труд с энтузиазмом. Тем более, что мастер дела не боится. Так, глыбы песчаников по велению каменотеса преобразились в массивные, но изящные ордена. Какова дальнейшая судьба этих знаков? Дальнейшая судьба. У меня многие приехали, просили передать их в музей. Я не давал. Ну, как я уйду с этого света? Мои сыновья решить их кому дать в музей или что? Исаев некогда занимал пост главы села, а совсем недавно ушёл с работы в горком земле по причине того, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Тогда он понял, что хочет посвятить себя любимому делу. Стремится завершить сбор своей коллекции как можно скорее, чтобы оставить её потомкам. Тёплая поддержка в любых начинаниях Исы – его верная жена Зоя. Живут бок о бок они уже 26 лет. У него лени не бывает на что-то. Он всё время то медалит, то из дерева, то из чего-нибудь шкурок козлиных, телячьих, барабаней. Вот это всё-всё лепит. Не лениться. Как часто он бывает в своей мастерской? Он всё время. Даже ночевать, даже если не захочет, не придёт. Там же останется в машине, рядом со своими медалями и камнями. Барабан, пандур и все вывешенные на фасаде дома поделки – тоже дело рук Исаева. Не обошёл стороной его и талант стихосложения. Камнерез ещё и поэт-любитель. Его стихи даже печатали в районной газете. Но основное хобби всеми забытое сейчас ремесло – обработка камня. Внуки и дети мастера не стремятся принять опыт отца и деда. И это печалит каменотёса. Как заботит его и то, что всё более заброшенным становится родное село Вачи. Изредка они с женой выходят на окраину аула с музыкальными инструментами и играют на открытом воздухе мелодии гор. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Кулинский район.